А неделя началась с очередного ослабления рубля по отношению к основным валютам. На пике за 1 доллар давали более 79 рублей. В последний раз такое было в ноябре 2020-го. Роман Быков выяснял причины такой ситуации на рынках. Новый год начался с новых потрясений на валютном рынке. Рубль начал стремительно дешеветь. В понедельник его курс по отношению к доллару приблизился к цифре 80. Причем не помогает даже дорожающая нефть, баррель которой находится на максимальных за 7 лет значениях. Все дело в как минимум двух факторах. Геополитические факторы, которые складываются неоднозначно. Ситуация с пандемией, которая может разрастаться, это все, конечно, негативные факторы, которые в свою очередь в ближайшем будущем могут поколебать курс российской валюты. Между тем, эксперты не прогнозируют сильного падения рубля. Центробанк держит руку на пульсе и уже прекратил приобретать валюту. К тому же стремительно дорожающие нефть и газ приносят огромные долларовые доходы в федеральную казну. Мы с вами знаем, что наша российская валюта, она достаточно обеспечена валютными резервами Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Ну и также мы видим сами, что Центробанк, он активно повышает ключевую ставку, что тоже является основанием для поддержания курса российского рубля. Дальнейшие перспективы рубля зависят в первую очередь от ситуации вокруг Украины. Если произойдет разрядка, то, по мнению некоторых экспертов, доллар может подешеветь как минимум на 5 рублей. Правда, совсем сильного укрепления национальной валюты ждать не стоит. Как показывает практика, Центробанк этому всячески препятствует.